Друзья, всем привет! Сделал топовую подборку гаджетов 2020 года, которые можно рассматривать в дни распродажи на Алиэкспресс. Если что-то из этого видео вас более подробно заинтересует, ссылки на подробные обзоры, а также ссылки на продавцов на Алиэкспресс, я оставлю в описании под этим видео. А также, чтобы в дни распродажи можно было их максимально выгодно купить, в описании под видео я оставлю промокоды, чтобы вам не нужно было их искать. А также расскажу, как то или иное устройство можно купить максимально выгодно. Поэтому, кому это интересно, обязательно досмотрите это видео до конца. Всем приятного просмотра! Начнем с фитнес-браслета Mi Band 5. Это, по большому счету, более прокачанная версия предыдущей версии Mi Band 4. Здесь уже стал немного больше и более вытянутый дисплей 1.1 дюйма, стали более детализированные параметры, более детализированная погода, добавилась функция индекс активности Pi, появилась функция уровень замера стресса, дыхательные упражнения. Для женщин и девушек добавилась функция циклы, добавилась функция дистанционно делать снимки на камере телефона и стала более удобная магнитная зарядка. Время автономной работы до 14 дней в умеренном режиме, все остальные фишки переехали сюда с Mi Band 4. На текущий момент есть 3 версии. Это глобальная версия, китайская версия и китайская версия с NFC. Самая дешевая версия, это китайская без NFC, стоит около 27 баксов. Немного дороже на 5 баксов уже идет глобальная версия. По функциям между собой эти версии одинаковые. И есть версия китайская с NFC, самая дорогая 39 баксов. Отмечу, что NFC для бесконтактной оплаты на текущий момент у нас не работает, только в Китае. Есть голосовой ассистент, который тоже у нас не работает, только в Китае. Все остальные функции такие же, как у этих двух браслетов. Единственное существенное отличие, это у версии с NFC с обратной стороны более темный датчик мониторинга пульса. Из-за меры, которые касаются мониторинга пульса, мониторинга сна и режимов тренировки, у этого датчика немного более точны. Если вас интересует полное сравнение этих трех версий, то есть отдельное видео, ссылка на него будет в подсказке. Что можно рассмотреть из дополнительных аксессуаров для Mi Band 5? Первый – это ремешок. В комплекте он, как правило, идет стандартного черного цвета. Есть хорошие силиконовые ремешки от стороннего производителя стоимостью около 1 бакса, который по большому счету по качеству такие же, как оригинальные. Расцветки есть абсолютно любые, на любой вкус и цвет. Далее поверхность дисплея идет закаленное стекло, но даже и оно спустя какое-то время ловит царапины. В идеале защитить его защитной пленкой. Я пользовался двумя вариантами. Вот такая вот защитная пленка, более плотная с закруглениями. Со временем эксплуатации она начинает отслаиваться. Есть более дешевый вариант, я сразу покупаю обычные 5 штук, так стоит дешевле. Защитная пленка из термопластичного полиуретана, которая покрывает поверхность до закруглений. Вот в плане практичности и носки она будет получше. Следующая новинка – смарт-часы от компании Amazfit, модель Neo. Если вам нравится олдскульный дизайн годов 90-х, помните были Casio G-Shock, допустим, похожие, либо Монтана. Но у этой модели есть поддержка всех современных фишек. В дни распродажи стоимость этих часов будет 35 баксов, плюс у продавца можно взять купон на 2 доллара, плюс использовать промо-коды. Есть три доступные расцветки этой модели. Это черный, зеленый, либо красный. У этой модели есть водозащита и выдерживают они погружение до 50 метров в воду. Время автономной работы в умеренном режиме до 28 дней. Удобная зарядка идет в комплекте. Для подключения к телефону используется современная энергоэффективная версия Bluetooth 5.0. Для работы с этими часами используется фирменное приложение Zip. Интерфейс максимально напоминает приложение Mi Fit, которое работает с Mi Band. Дисплей идет обычный, несенсорный и монохронный. При помощи этого хорошая энергоэффективность. Видимо, с дисплея окей, в темное время суток есть подсветка. Дисплей идет несенсорный, управление осуществляется четырьмя кнопками. Ну и все современные фишки у этого браслета есть. Мониторинг пульса, мониторинг сна, пройденные шаги, дистанция, килокалории, а также индекс активности Pi. Есть будильник оповещения о входящих уведомлениях, входящих вызовах. Используется не виброрежим, вибра здесь вообще нет, а аудио. Аудио исходит вот из этого динамика, который расположен с обратной стороны. Эти часы такие более про стиль. Если вам нужны часы олдскул дизайна с новыми фишками, то можно рассмотреть этот вариант. Следующие беспроводные ТВС наушники Redmi AirDots 2 версия, работающие по Bluetooth 5 энергоэффективной версии. По большому счету внешне, по параметрам, по автономной работе очень напоминает Redmi AirDots первую версию. Если вкратце, то вторая версия идет уже более доработанная по сравнению с первой. Теперь при подключении к смартфону нету главного наушника. У вас просто отображается Redmi AirDots, вы подключаетесь и они работают в паре. Подключение стало проще, а также благодаря тому, что теперь нет главного наушника и разряжаться они стали одновременно. Раньше один наушник разряжался быстрее. Микрофон в режиме гарнитуры, как и у первой версии, работает не идеально, но во второй версии он стал работать лучше. И стала меньше задержка на YouTube и в играх. Кейс для хранения и зарядки наушников остался визуально такой же, как и у первой версии, а также на поверхности остаются царапины. Чтобы его защитить от царапин, можно приобрести такой силиконовый чехол на Алиэкспресс. Расцветки у продавца есть различные. Вот таким вот образом он выглядит, а также справа можно одевать такой карабин. С обратной стороны разъем для заряда, кстати он остался microUSB, совпадает. И крышка открывается и закрывается вместе с этим чехлом. И да, у второй версии также остался кодек стандартный SBC. Ну а звук самих наушников остался такой же, примерно как и на первой версии. Следующая, друзья, это ТВС наушники от компании XJody, модель H02. Есть поддержка кодеков SBC и AAC. У кейса для хранения зарядки есть индикация процента зарядки самого кейса, зарядка левого и правого наушников, разъем для заряда кейса формата microUSB. Отмечу, что емкость кейса составляет 2000 мА, а с правого торца есть стандартный разъем, при помощи которого можно дозарядить, допустим, телефон, либо другие гаджеты. То есть этот кейс может работать как пауэрбанк. На каждом из наушников есть механические кнопки управления, а также есть светодиодные индикаторы, в которых, кстати, находятся микрофоны. Чтобы использовать их можно было как гарнитуру. Емкость каждого из наушников составляет 45 мА. Этого хватает около 4 часов автономной работы, а также можно дозаряжать их от кейса. Стоимость этих наушников около 10 баксов. В дни распродажи 11.11 можно приобрести за 6 баксов. Все полезные ссылки будут в описании под этим видео. Итак, друзья, новинка 2020 года Mi TV Stick. Это TV-приставка размером чуть больше флешки. Подключается к телевизору, либо к монитору в порт HDMI. Питание подключается в разъем, который расположен с торца microUSB. Блок питания идет в комплекте, либо можно запитать от соседнего порта USB. По параметрам идет 4-ядерный процессор Cortex-A53, графический процессор Mali-450, 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной. Можно подключить к Wi-Fi 2.4 ГГц, либо 5 ГГц. А также есть модуль Bluetooth версия 4.2. При помощи этого можно подключать различные Bluetooth аксессуары, наушники, а также пульт, который идет в комплекте, работает по Bluetooth. Номер 1. Не нужно направлять пульт на телевизор. Номер 2. Спереди находится микрофон. Благодаря этому есть голосовое управление и голосовой ввод. У меня глобальная версия. Соответственно, есть поддержка Google сервисов. Есть YouTube и другие предустановленные приложения. А также можно закачивать с Play Market доступные приложения. Мощности этой TV-приставки хватит, чтобы посмотреть видео в онлайне в качестве Full HD. Из приятного бонуса, если у вас у телефона есть поддержка трансляции, то можно делать трансляцию изображения, видео, фото, игры при помощи этого TV-стика на телевизор. Но нужно учитывать, что нет возможности подключения флешек и карт памяти в эту TV-приставку. Из плюсов это компактность и портативность. Можно взять с собой в поездку, подключить в телевизор, у которого есть HDMI и смотреть видео в онлайн и YouTube. В дни распродажи эту TV-приставку можно купить за 30 баксов. Следующая, друзья. Портативная Bluetooth-колонка со встроенным радиоприемником. С пылевлагозащитой IPX67. Если обратить внимание, то эта колонка достаточно компактная. И общий вес ее составляет 208 грамм. Воспроизведение можно делать по Bluetooth, допустим, транслировать аудио с телефона. Поддержка кодека SBC. Общая емкость батареи составляет 730 мА, что позволяет проработать этой колонке до 6 часов автономно, если слушать ее на 50% громкости. Под резиновой заглушкой находится современный порт формата USB Type-C для зарядки. Полное время зарядки составляет 2 часа. Корпус колонки выполнен из ABS пластика и сверху она прорезиненная. С обратной стороны у колонки есть присоска. Можно ее зафиксировать, к примеру, в душе. Влагозащита это позволяет. При необходимости эту присоску можно выкрутить. И вверху есть ушко, куда можно вставить металлический карабин, который идет в комплекте. И этим карабином зафиксировать, куда пожелаете. Вокруг динамика и по контуру идет приятная светодиодная подсветка. Если посмотреть на кнопку переключения треков, мы видим здесь отверстие. У этой колонки есть встроенный микрофон. Поэтому, если вы слушаете музыку, а телефон находится не рядом, можно воспользоваться этой колонкой и поговорить по громкой связи. Мощность динамика составляет 5 Вт. Могу отметить, что для своих габаритов звучит она достаточно неплохо. И даже неплохо вывозит басы. А также у этой колонки есть встроенный FM радиоприемник. Стоимость в дни распродажи будет составлять 24 бакса. Следующая электрическая звуковая щетка от суббренда Xiaomi, модель Socos V1. В обычные дни на Алиэкспресс можно найти эту модель примерно за 30-35 баксов. Но в день распродажи 11.11 нашел у продавца, у которого будет очень большая скидка. Можно ее будет приобрести от 6 до 7 баксов в зависимости от комплектации. Давайте сейчас кратко расскажу ее характеристики и расскажу, как ее можно попытаться выгодно купить за эту стоимость. Итак, у этой щетки рекордное автономное время работы до 60 дней. Благодаря тому, что у нее нет дополнительных функций, нет Bluetooth и нет возможности соединяться с телефоном. Она максимально упрощенная и благодаря этому автономная работа без зарядки можно пользоваться до 60 дней. При использовании ее 2 раза в день. Внизу под такой крышкой для зарядки расположен порт современного формата USB Type-C. Время до полной зарядки около 3-4 часов. Степень пыли-влагозащиты IPX-7. Есть 3 режима очистки. Это мягкий, стандартный и импульсный. Максимальное количество колебаний составляет 40 тысяч раз в минуту. Насадки идут сменные и бывают разной степени жесткости. Производитель рекомендует менять насадки раз в 3 месяца. За включение и переключение режимов отвечает одна единственная кнопка. Режим работы подсвечивается ниже индикатором. Первый, второй либо третий. Итак, подведем итоги. Привлекательный внешний вид. Простота использования. Нет лишних функций, при помощи чего она может работать до 60 дней в режиме чистки 2 раза в день. Итак, друзья, как ее можно купить выгодно в дни распродажи. Переходим в магазин на Алиэкспресс. Итак, здесь есть 4 позиции. Отличие цвет, синий либо розовый. И комплектация. К примеру, я выберу синий цвет с максимальной комплектацией. Далее, доставка есть из Китая, либо из России. Ну, к примеру, из Китая. Сейчас цена, допустим, 44 доллара. Но смотрим выше. Цена 7 долларов 23 цента. Начало 11 ноября с 11.00 МСК. Соответственно, в эту дату, в это время должна снизиться цена. Но может быть так, что вы 11 числа зайдете, а позиции эти уже все разберут. Что можно сделать сейчас? Выбрать нужную комплектацию, доставку и просто добавить в корзину. После чего зайти 11 числа в необходимое время и посмотреть, снизилась ли цена в корзине. Следующий автоматический бесконтактный диспенсер от субренда Xiaomi SimpleWay. Питается от обычных пальчиковых батареек, которых хватает до 8 месяцев в режиме ожидания. При использовании его 8 раз в день. Внизу носика расположен инфракрасный датчик. Когда вы подносите руку к носику, происходит густое вспенивание. Одной порции как раз хватает хорошо вымыть руки. Емкость жидкости идет 300 мл. Она идет в комплекте. Это сменная часть, ее можно после менять. Этого флакона на 300 мл в среднем хватает на 440 вспениваний. Этого, как правило, хватает на 55 дней мытья рук. Сама пена приятно пахнет, а также увлажняет руки. Вверху есть сенсорная кнопка включения-выключения. Если просто один раз включить, то диспенсер будет все время находиться в режиме ожидания. Верхняя часть диспенсера идет тактильно приятная, в стиле soft-touch. При помощи этого не будет оставаться отпечатков. Подойдет как для ванной комнаты, так и для кухни. Выглядит стильно минималистично в стиле Xiaomi. Следующая, друзья, петличный микрофон от компании Kimofan. Порадовала компактность самого микрофона. Длина кабеля 6,5 метров. Можно подключать к смартфонам, чтобы улучшить качество записи звука во время записи, к примеру, видео или аудио. А также есть активное питание и переключатель, при помощи которого можно этот петличный микрофон подключать к камерам, которые требуют дополнительное питание. Стоимость его около 20 баксов. Я считаю, за эту стоимость пишет он неплохо. Послушайте качество записи звука без обработки. Итак, пошла запись на микрофон от компании Kimofan, модель KM4013. Это петличный всенаправленный микрофон. Сейчас голос идет полностью без обработки. Я его зафиксировал в области груди на расстоянии где-то 15-20 сантиметров от источника звука. И приятный бонус, в комплекте идет плотный футляр для хранения и транспортировки. Следующая, друзья, телефонный металлический держатель для телефона, чтобы зафиксировать на штатив. Раньше у меня был пластиковый, все время выскальзывал телефон, но при помощи этого держателя таких проблем не возникает. Вверху и внизу прорезиненные части, которые не дают телефону выскользнуть. Фиксация происходит вручную винтом. Минимальная ширина 6,5, максимальная 9,5 сантиметров. Резьба для подключения штатива стандартная, совместим как с обычными большими штативами, так и с маленькими. Стоимость на Алиэкспресс 14 баксов. Следующая, друзья, смартфон Poco X3 NFC. На этот смартфон у меня отдельный обзор есть, ссылка в подсказке. Где я его покупал на Алиэкспресс, ссылку оставлю в описании. В дни распродажи у этого продавца можно воспользоваться промокодом, произойдет скидка. Плюс не забываем взять купон на 10 баксов. Итоговая цена минимальной версии 6,64 получится 188 баксов в дни распродажи. Ну а на этом у меня все. Если вам видео было полезно, не забудьте поддержать видео лайком. Желаю вам удачных и выгодных покупок в дни распродажи 11.11. Всем пока, до встречи в новых видео.